Залог успешного дня это, наверное, правильный здоровый сон, потому что он дает нам силы, дает возможности восстановиться, набраться энергии. Ну а спать правильно тоже нужно уметь. Да, и вот сейчас прямо с нашим гостем мы поговорим вот о таких устройствах. Да, аксессуары для сна. Дмитрий Кашкаровский находится вместе с нами, заведующий ортопедическим салоном. Здравствуйте. Доброе утро, Дмитрий, да. Какие бывают подушки и как правильно вот их выбирать? Бывают обычные подушки и ортопедические. Наш салон представляет ортопедические подушки. А это логично. И они бывают из пенополиуретана с эффектом памяти, они самые популярные. Эффект памяти это что такое? А это получается более комфортное расположение на подушке во время сна. То есть человек лег, подушка запомнила форму его тела, головы, уха. Да, можно даже сказать, да. И когда вы переворачиваетесь, будет более комфортно именно. Ну, то есть подушка запоминает это местоположение. И когда вы ложитесь на другой, на другую сторону, то это будет более комфортно. Зависит ли выбор по подушке от того мужчина вы или женщина, ребенок или взрослый? Да. Смотрите, бывают детские подушки и взрослые подушки. Вот это у нас как раз детская. Нет, это матрас. Это вообще не подушка, Антон. Не бери ничего. Ну, детские, детские, детские. Значит, бывают детские и взрослые. Значит, детские, они, естественно, меньшего размера, а взрослые, они большего размера. И подбираются они по надплечью. То есть замеряются надплечья и подбираются специалистами. Также еще дополнительно у нас есть подушки, которые подбираются по размеру одежды. Вот она такая вроде бы и мягкая, и вроде бы жесткая одновременно. Что внутри у нее? Можем, да, показать? Да. Здесь пенополиуретан. Я взял жесткий просто вариант. Вообще есть мягкий и жесткий. Вот это вот пожестче, но она идет с эффектом памяти. Но вот жесткая подушка отличается от мягкой, что вполне логично из ее названия. Легко? Сложно ли привыкнуть к ортопедической подушке? Смотрите, вообще до двух недель. До двух недель привыкают люди. Но это если какие-то есть патологии. Если нет патологии, в общем-то привыкают в течение максимум недели. Ну вот я сам привыкал три дня. Ну то есть вы почувствовали разницу уже через какое-то время? Высыпаться получается? Конечно, конечно. У меня было не менее чувства в руке. Вот. И шея поболела была, у стихонроз. Вот. И сейчас у меня, конечно, такого нет. Но я вот использую уже три года подушку. Вот меняю. А вот часто ли менять нужно подушки? А, меняю где-то примерно вот через полтора года. То есть когда подушка уже была жесткая, она продавливается, да? Да. Она немножко меняет форму. Все. Ну смотрите, подушка, она как бы закрывает 30% в стуловище спящего человека. Матрас также важная составляющая. Ну мы можем показать на картине. Какие они тоже бывают? Как тут правильно сделать выбор? По матрасам, да? Матрасы у нас в ортопедическом салоне есть несколько вариантов. Первый вариант это вот. Ну это вот я только детский держу вариант. Это с массажным эффектом. То есть он в основном для людей, для профилактики заболеваний. Ну там, например, сколиоза, да? Здесь идет эффект волны. И за счет этого эффекта волны позвоночник немножко распрямляется. Внутри идут полиэстеровые шарики. А как лежать надо? Так или так? Вот так вот. Вот. Это вот такой вариант. А есть вот, как обычно, на котором мы, получается, спим, да? Это он, получается, как вот обычный матрас по высоте. И он в зависимости от заболеваний или для профилактики имеет несколько слоев, да? Вот в данном случае, вот этот, когда заболеваний больше, да? Тут три слоя. Вот первый идет с эффектом памяти. Следующий, это вот можно увидеть, что более дышащий материал. Это у нас матрас в разрезе получается как раз, да? Да. Вот структура, чтобы понимать, из чего выглядит. Ну, естественно, он по большому размеру. Да, он, конечно, во всю кровать. Вот, Дмитрий, подскажите, пожалуйста, вот понятно, матрас понятно, ортопедически это прекрасно. Но зачем он конкретно нужен? Ну, это же вроде бы купил ты подушку и все. Смотрите, значит, для чего вообще подушка и матрас вместе, да? Для того, чтобы был комфорт во время сна, чтобы вы высыпались полностью, чтобы была профилактика заболевания опорно-двигательного аппарата, потому что смещается центр тяжести, и вы высыпаетесь полностью. Ну, это вот основные показания, получается, подушкам. Ну, на самом деле, очень много. Где вас найти? Мы находимся на Дубровинске, 50, это на набережной. Еще хотел дополнительно сказать, что у нас есть бесплатные услуги. Это врач-ортопед прием и диагностика стопы бесплатно. То есть можно там же у вас в салоне это все сделать? Да. Это очень удобно. Спасибо большое вам за это. Выбирайте себе подушки, матрасы ортопедические, спите правильно, ну, а в этом вам готовы помочь, как вы видите, бесплатно подобрать профессионалы. У нас в гостях был Дмитрий Кашкаровский, заведующий салоном ортопедия на Дубровинского. Заглядывайте туда и спите сладко. Просыпайтесь с новым утром. Продолжение следует...